К рейтингам я всегда скептически отношусь, потому что сложно разобраться с методологией, но просто тут важно то, как ты лично это воспринимаешь. Может быть, нас в меньшей степени волнует то, что происходит в других странах, в далеких странах, даже в более близких странах, но то, что происходит у нас и с нами, это волнует нас в наибольшей степени. Да, все это я вижу прекрасно сама вместе с коллегами, и для этого даже протер без границ нам совершенно не обязательно. Мы сами видим тот беспредел и ужас, который мы погрузились в последние несколько месяцев. Но не последние, а вот начиная, я бы даже сказала не с августа, а все-таки с мая прошлого года, когда была объявлена старт избирательной кампании, потому что наших ребят в РУВД стали увозить уже в мае. В регионах это происходило, там сразу на пару часов, вот. Ну а уже в сентябре начались административные аресты. Ну, менялось, да, это все постепенно, потому что, как бы, к этой ужасной ситуации мы привлекали постепенно. То есть сначала ребята увозили на несколько часов РУВД, потом стало понятно, что в жилетах работать опасно, да, что они являются мишенью, а не защитой. Потом ребята, которые работают на акциях, именно работают, и было очевидно, что они работают, освещают, там, не участвуют в этих акциях, стали получать сутки административного ареста. Когда мы впервые попали на суд, мы были просто в ужасе, да. То есть казалось, что ты присутствуешь на какой-то постановке театра абсурда, хотя ужас весь заключался в том, что это происходит в реальности, да, когда ты сам видишь людей в балаклавах, которые дают совершенно безумные показания в суде, и на основании показаний этих людей в балаклавах с измененными личными данными, и судья выносит решение о том, что журналист принимал участие в акции протеста. Вот, то есть сначала 1 сентября, до сих пор помню, трое суток, а потом, когда вот эта практика уже установилась, ребята стали получать 15 суток. В прошлом году наших коллег задерживали 38 раз в общей сложности, то есть некоторых по 4 раза задерживали, 5 получили сутки, от 3 до 15 суток отсидели. Ну и самая ужасная история, к которой мы пришли в ноябре, это уже уголовное преследование, это Катя Борисевич, которая совершенно просто очень крутой журналист, который к работе, которой вообще никогда не было никаких претензий, с точки зрения редактора вообще никогда, да, когда она за то, что выполняла свою работу, делала ее именно так, как надо, получила, была задержана, получила уголовное дело, и она уже 5 месяцев находится за решеткой. Я говорила несколько раз, что мы свой выбор сделали, мы могли пойти по другому пути, да, мы свой выбор сделали, когда решили жить именно в этой стране, мы свой выбор сделали, когда решили именно в этой стране заниматься журналистикой, и заниматься именно так, как мы ей занимаемся, то есть рассказывать честно о том, что происходит в стране, вот. Ну а раз мы этот выбор сделали, то как бы, ну, да, естественно, есть опасения определенные, ты понимаешь, что находишься, не находишься в безопасности, что отвечаешь за свободу, за безопасность других людей, но выбор уже сделан, да. Сейчас, конечно, нет таких массовых акций протеста, которые требуют присутствия в поле постоянного, да, но когда они проходили еженедельно по выходным, то, конечно, никаких выходных не было, и ты постоянно следил за тем, чтобы, не дай бог, кто-то вдруг снова не оказался задержан. Ну, в общем, в конце концов, мы поняли, что даже отсутствие акций, массовых акций протеста, в общем-то, не является гарантией того, что человек не задержит. Случай Кати Борисевич это наглядно показал, но еще у нас в этом году была история, когда задержали Надю Калинину, которая, в общем-то, просто шла освещать съезд делегатов Всебелорусского народного собрания, которое проходило в городском доме культуры, да, то есть совершенно официальное мероприятие, еще задержали в самом здании, обвинили ее в том, что она не подчинилась законным требованиям сотрудника правоохранительных органов, а потом еще и принимала участие в санкционированной акции протеста, да, ну, то есть вообще полное безумие. Ребята из фотослужбы предусмотрительно еще перед выборами рекомендовали затариться всеми этими предметами, тогда нам казалось, что, наверное, наши вот эти перестраховки излишни, ну, в общем, последующие события показали, что все было сделано правильно, и можно было даже еще больше, наверное, как-то пытаться себя обезопасить, потому что ребята некоторые, ну, были на волоске, в общем-то, от какой-то ранений. Самая большая угроза – это угроза жизни, здоровья, безопасности и свободе людей, да, свободе журналистов. Что касается вот уже таких ограничений, связанных с юридическими моментами, да, то здесь мы исходим из понимания, что возможно все. Вот не было же изменений в законодательство о смене, в закон о противодействии экстремизму на тот момент, когда были задержаны девочки из Белсата, да, не было. Ничто не помешало привлечь их к уголовной ответственности по 342-й статье Уголовного кодекса за якобы участие и организацию, и там подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, да. То есть здесь даже не важно, какие законы есть, важно, как они применяются на практике, да. Вот. То же самое, то, что касается возможных блокировок, да, ну, теоретически, конечно, такой момент может быть, но мы видим, что с августа были заблокированы десятки ресурсов, но при этом коллеги продолжают работать, да, они работают в другом формате, они активизировались в социальных сетях, они открыли зеркала, или там некоторые регулярно открывают новые зеркала, вот, но при этом продолжают работать, да. То есть прошлый год, да и этот, собственно, тоже нас научили быть очень подвижными, уметь переобуваться в прыжке, вот. И мы будем продолжать, я могу только сказать, что мы будем продолжать делать свою работу, ну, с учетом постоянно изменяющихся обстоятельств.